Жители Тверского региона написали диктант Победы. Тысячи знатоков истории Великой Отечественной войны со всей области продемонстрировали свои знания и поборолись за три памятных приза. Акция приурочена к 75-летию Победы и собрала за партами участников во всех городах России, а это почти 7,5 тысяч площадок. О том, как писали диктант в Тверской области, выяснил наш корреспондент. У участников всего 45 минут, чтобы выполнить задание, а их 25. Это вопросы о ключевых исторических датах, событиях, о военной географии. Участники старшего поколения признаются, что задачи не вызывают сложностей. Ольга Емельянова записалась на диктант со старшими внучками, но так как те на занятия их пришла одна. Перед этим я просмотрела в 2019 году, как проходил диктант. Я вот это посмотрела, практически я на все ответила. Внучки говорят, бабушка, если ты так ответишь этот раз, то ты, говорит, на все вопросы практически я ответила. Задание представляет собой тест, предлагающий четыре варианта ответа. Среди участников также много представителей молодого поколения. Им такая система проверки знаний хорошо знакома. Более того, молодые люди рассказали, что интересуются историей даже больше, чем того требует школьная программа. Я пришла на диктант Победы, потому что считаю, что это очень важная миссия для нашего поколения. Чтить подвиг наших предков и вспоминать каждый год о том, что сделали советские люди. Диктант Победы провели во всех населенных пунктах России, в которых численность населений составляет более 5000 человек. В Тверской области работали 100 площадок. Задача таких мероприятий, задача таких встреч, это как раз несохранительную историческую память, потому что вы все прекрасно понимаете. Если пришли сюда, и данное мероприятие проводится здорово, но уже география, раз в стране диктант Победы увеличилась три раза, как минимум за рубежом страны. Если в прошлом году было порядка 25 площадок, то сейчас почти 80 площадок. Главная цель диктанта Победы – это пробудить в подрастающем поколении интерес к истории родной страны и народа. Восстановить логику тех мероприятий и процессов, которые происходили в этот исторический момент. И, возможно, расширить свой кругозор и взгляды на тельный, в том числе политический процесс, который происходит сейчас. В каждом регионе выберут только по три победителя. В качестве награды за исторические знания они получат книги, электронные гаджеты, карты российского военно-патриотического общества, которые позволят бесплатно посетить полсотни музеев по всей стране. Узнать результат можно будет в личном кабинете на сайте диктанта, введя номер регистрации или номер участника, очно принимавшего участие в написании диктанта Победы.